Всем привет! Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию поперечины на рейлинге самодельные. Вот одна у меня уже стоит. Цена успеха всего 150 рублей. Сделан квадратный профиль. Делается в принципе за пару часов. Но если выкинуть, конечно, покраску, здесь у меня еще запенено. Ну, все по порядку. Самый простой вариант. Вариантов, конечно, масса. Можно как крепить. Но самый простой, ты здесь снимаешь? Вот хомут-то покажи. Вот сюда-то. Самый простой вариант. Вот я сделал хомуты профильные. Обклеил резиной. Так как эти очень китайские. И смотрю, на наших машинах даже уже ставят. На китайских таких все они очень жиденькие. Но вот здесь уже даже жестче по сравнению с тем, с этой стороной. Здесь вот болтается. Сюда поставлю еще жестче. Сделал широкие, с мягкой. Так как, чтобы не смять ни пластмасс, ни алюминий, резину подложил. Можно, конечно, и толще приклеить. Ставится тоже просто. Ставится. Здесь квадратная труба профильная. Здесь мебельные простые болты под квадрат. Здесь надфилем сделал тоже квадрат, чтобы не прокручивалось. Вот в таком виде. Здесь у меня уже на этой все приклеено, чтобы влага не попадала. Этот оставил приклею потом, чтобы показать. Залито пеной досюда. Можно, конечно, и залить сразу этот болт. Чтобы не попадала влага. Влага для чего? Думаю, дождь. Попадет дождь. Труба черная железа. Лучше бы, конечно, с нержавейки или оцинковку где найти. Но внутри все равно, наверное, не оцинкованная. Попадет влага. Начнет сюда капать. Вода ржавая, а это нам надо. Так что здесь теперь все залито. Здесь только что отверстие у меня еще под крепеж. Сделано, залито вот так примерно пеной. Здесь лодку. Основная цель-то мне лодку возить. Вот и все. На другую сторону резинки езжу недалеко. Пару километров. Ну, как делал, понятно, в принципе, профиль. Сгибаете. Сгибать можно сразу с резиной, если аккуратно. Прямо даже здесь мягкий металл, здесь алюминий. Барашки, чтобы снимать. Ставится, в принципе, очень быстро и снимается. Барашки отвернули рукой снизу. Может быть, первая установка, конечно, неудобна. Пока она здесь, можно и ключом сжать. Сжать только, смотрите, чтобы не было перекосов, нигде. Аккуратнее можно сыграть резиной. Если где по профилю не попадете, можно где потолще, где потольше чуть-чуть подложить. Чуть-чуть с зазором оставляем, чтобы прижим был. Вот в таком виде это все. Гроверная шайба. Тоже по таким дорогам, чтобы не отвернулась. И большая шайба тоже с нержавейки сделана специально квадратная, чтобы прижималась по всему профилю. Все, в принципе, очень просто. Делается быстро. Здесь еще наклеено у меня сверху остатки нашел. Это самоклеющийся уплотнитель для дверей для окон. Раньше бы такие продавали. Но и сейчас, наверное, продаются. Сейчас-то все пластик. Никому это не надо. Копеечная. Просто как для амортизации и скольжения нет. Но это можно и поменять, и другое. Можно и черную под цвет резину, полоску наклеить. У кого что будет. Это было под рукой, я наклеил. Самоклеющийся отрывается, приклеивается. И все быстро. Главное, конечно, чтобы попасть никуда, не перетягивая рейлинги. Потому что они очень жиденькие. Китай есть Китай. Но таких машин, я говорю, бегает очень много с такими рейлингами. А купить, пожалуй, что особо не найдешь и заказывать. А сделать можно за пару часов это все. Ну, если, конечно, краска, смотря какая здесь, это все быстро делается. Хомуты. Хомуты, да, делаете побольше отверстия. Этот, возможно, шестерку. Здесь играет даже лучше. Здесь делает у меня 9 миллиметров. Если, говорю, опять же, в профиль не попадаем. Он сыграет чуть-чуть туда, сюда. Ничего не переломаем здесь, чтобы аккуратней. То, что все очень жидкое, китайское. Ну, при таком-то варианте, я думаю, второй поставлю еще жестче. Вот сжимается. Вот она будет даже вот так еще уже жестче, даже руками. Ну, килограмм, наверное, 100 выдержит. Лодка у меня килограмм 20. В снаряженном состоянии ПВХ вожу. Ну, в принципе, в основном для лодки. Ну, если какой еще материал, чтобы не гремело резинки, да, вот сюда, вот, хорошо. Хоть это временно, ну, все, что есть временно, есть постоянное, наверное. Да, еще расстояние не очень большое. Здесь около 1000 миллиметров, получается, между перекладинами. Есть вариант, в принципе, что-нибудь облегченное. Можно еще трубки сюда и сюда на эту. Или наоборот, здесь толще. Можно даже сделать вариант, ну, может, и мне придется. У меня лодка 3 метра двухместная, со сланиями, в принципе, может, и мне придется удлинять. То же самое на эти отверстия положу или хомут, если... Можно сделать раздвижную. Есть вариант. Здесь так, наполовину, полметра, хотя бы сюда будет выходить. И здесь перемычку. Можно съемную или задвинул один в одну. И все. Ну, вариантов здесь масса, фантазии не ограничено. Можно, в принципе, даже такой же профиль. Но этот двойка, в принципе, тяжелый, жесткий. Можно профиль или профильные трубы. Продаются разные варианты. А сюда можно сделать круглую. И сюда. Длинные или ПВХ. Длинные будут прогибаться. Они трехметровые, конечно, болтаться. Еще полметра. Зад-вперед. Задвинуть. Можно даже так и оставлять. Тут часто что-то перевозят. Я нет, я это буду все снимать, конечно. Вот уже вариант такой. Ну, фантазия не ограничена. Здесь можно играться как хочешь. Ну, или вот такие, да. Лучше бы, конечно, с нержавейки бы. Трубки. Ну, это как образец. Вот у меня для другого. Вот такие бы трубочки, чтобы не красить. Одна в одну. Выдвинул. Сколько надо. Если здесь 1500 миллиметров. Хотя бы здесь состыковать. Выдвинуть уже 40. Здесь останется 40. Можно еще добавить. Уже вот и длиннее багажник. И все. Не надо вынуть вообще его. И все. Или рамку целиковую можно сделать. Какую. С любого профиля или струб. На эти же места 4 болта. Рамку поставил. Длинный перевез. 4 болта снял. И все. Это основное вот это. Основной крепеж. Вот уже и жесткость есть. Еще у меня стянуто. Еще не возил ничего. Стянуто от руки. Но уже даже что-то жестче становится. Ну килограмм до сотни. Я думаю должно выдержать. Напишу в описании. Универсально на все модели. Но это Джильям Кокрос. Принцип-то один и тот же. Профильные согнуть. Не жесткого особого материала. Резинки обязательно. Все потому что в основном пластик на всех. Посвободней. Поаккуратней ставим. И будет вам счастье. Что называется. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.